Классная идея, сегодня с утра посетила, то есть когда ты делаешь вебинар, и этот вебинар достаточно длительный, и ты как эксперт не уверен в том, что весь вебинар люди просмотрят, то есть у тебя там есть разные темы, ну в смысле разделы этого вебинара, которые ты там освещаешь. Ну для примера, вот в недвижимости, вебинар по недвижимости, то есть новый жилой комплекс, у него совершенно новая и классная концепция, и ты делаешь презентацию по этому жилому комплексу, и может получиться так, что чтобы рассказать все, вот прямо как бы каждый элемент, Ну потому что, чтобы влюбиться в этот проект, нужно получить информацию по всем вот этим элементам, то есть концепция вот этого комплекса, на кого он рассчитан, Какие идеи были заложены при проектировании, при придумывании, значит, от каких неудобств хотелось избавиться, и скажем там, что не устраивает в том, в тех жилых комплексах, которые предлагаются другими, А ты делаешь проект, который ну просто как космос, прямо взрывает мозг, то есть впечатление от этого комплекса должно быть суперское, и вот чтобы вот это все рассказать, потом значит ты должен представить, Как ты планируешь обустроить дворовую территорию, и это концепция обустройства двора, которое огромный, огромная территория, три га, три гектара, это только сам двор с различными зонированием, там, с водными пространствами, фонтанами, водопадами, значит, горками для детей, там, трехметровые горки, значит, Можно скатываться, там, площадки, где дети обучаются, езде, там, машинки, препятствия, там, всякие эти, ну, в общем, это целый парк, то есть двор как целый парк, концепция такая, показать это, схему, там, зонирование, что будет 12 тихих зон в этом дворе за счет вот этих возвышенностей холмов, То есть звуки шумных площадок не будут мешать, значит, мамам, которые там с детьми отдыхают, то есть там будут тихие зоны, целых 12 зон, и сам этот, ну, как бы, в общем, концепция двора, тебе надо это все представить, да, это все равно нужно рассказать, Концепция сервиса внутри, значит, комплекса, что обслуживание своей компании, да, что там будут семиметровые потолки в холле, в лобби, будет атриум, будут сервисные комнаты, и там можно сдать детей, то есть здесь с ними сидит нянечка, преподаватель и так далее, То есть много-много там, много всяких зон, мягких зон, где можно встретиться, посидеть со знакомыми прямо в холле, в лобби, то есть такая концепция пятизвездочного отеля, ну, в общем, короче, я немножко увлекся, но вот сама суть, что рассказать нужно много, И у тебя презентация, она вот, плюс, дальше, в этой презентации тебе нужно показать планировки, да, то есть варианты, там, студии однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и так далее, то есть информации очень много, И там, потом отдельно цены, то есть когда ты планировки показал, тебе нужно рассказать, какие цены, какие возможности сейчас, значит, по бронированию, что можно забронировать на ранней стадии, получить выгоду, то есть вот рассказ о выгодах, именно по ценовым выгодам, по расположению комплекса, по, значит, наполненности этого комплекса, У тебя много разных разделов в твоей презентации, и смотри, и эксперт, ты как эксперт, ну, и у тебя какая-то другая тема, эксперт, вы эксперт в какой-то другой теме, и у вас какая-то другая тема, но тоже, например, много информации, много разделов информации, И возникает такое, как бы, ну, сомнение, что ли, да, что люди досидят и досмотрят от начала и до конца, и вот это все было прелюдия, а теперь перехожу к идее, значит, идея, как бы, создания вебинара, То есть ты вебинар создаешь полностью, рассказываешь по всем этим разделам, дальше, а как ты представляешь этот вебинар в записи, то есть ты дальше, идея в том, что этот вебинар ты потом даешь людям в записи, и вот идея заключается в том, что ты разбиваешь этот вебинар на части, То есть когда ты начинаешь в вебинаре говорить про очередную новую часть, ты обрезаешь этот вебинар несколько раз, но принцип обрезки, вот идея эта хорошая в том, что принцип обрезки этого вебинара, что от начала каждой части и до конца вебинара, То есть начинается вебинар от начала и до конца, это у тебя один вариант записи вебинара. Дальше, ты переходишь, первую часть рассказал вебинара, переходишь ко второму разделу, и ты обрезаешь вебинар от начала второй части до конца вебинара. Дальше начало третьей части до конца вебинара Четвертая часть до конца вебинара И так далее, пятая часть до конца вебинара И у тебя получается несколько нарезка твоего вебинара Не отдельно, каждая часть отдельно Вот в этом главная особенность моего метода, который я сейчас придумал Это идея А именно не отдельно каждая часть вебинара А от начала части и до конца вебинара И мы начинаем показывать вебинар Полная запись вебинара Человек открывает страницу, у него перед глазами презентация Он может включить и слушать вебинар, смотреть А под видео несколько кнопок И каждая кнопка ведет Она озаглавлена вот этими разделами То есть разделы какие Значит Первый раздел, второй раздел, третий раздел Ну название конкретное То есть, например, там Дворовая территория Планировки Цены Выбор Значит Там Еще чего-то Там В общем Вот это вот Из чего состоит твой вебинар Вот Значит Это кнопки И Значит Значит Получается У тебя на самом деле Несколько страниц В интернете Не одна страница с записью вебинара А у тебя их Несколько Страниц Прошу прощения Вот И На каждой странице На каждой новой странице У тебя запись Которая начинается Со следующего раздела И Но кнопки все остаются Получается Что На второй странице У тебя Получается Ты начинаешь рассказывать С Второго Со второй Со второго раздела До конца вебинара Внизу Кнопки Но кнопки все Включая Первую часть То есть Дальше По аналогии Третья страница Это Запись вебинара Начиная с третьей части И до конца Но кнопки Под ней все То есть Не только Три, четыре Там пять И так далее А Один, два, три, четыре, пять Соответственно Если человек Все время хочет Идти вперед То он Нажимает На эту кнопку То есть И он понимает Что Не хочу вот это слушать Нажму кнопку Следующего раздела Он нажимает Попадает на ту страницу Где Начиная со следующего раздела И до конца И там Он может быть Так и включит И будет слушать до конца Но если он захочет Вернуться к какому-то Он послушав Третью, четвертую Там Пятую часть И он понимает Что блин Действительно Стоило послушать Полностью Вот настолько классная Эта вещь Про то Что рассказывает Спикер Настолько Это классная Вещь Она действительно Мне очень подходит Поэтому Мне нужно Послушать до конца Кнопки То у него Все внизу Он слушает Пятую часть У него Например С пятой До конца А кнопки Все Он нажимает Предположим Ну Пусть даже Не первую На вторую кнопку Нажимает Переходит На страницу Где Начиная со второй И до конца Все это Рассказывается То есть Вот Вот такой Принцип Интересный Мне кажется Это зайдет Мне кажется Это надо Внедрять Вот Немножко Больше работы За счет Того Что Запись Нужно будет Резать Несколько Раз И сохранять И делать страницы И делать Вот эти кнопки Но Я думаю Оно того стоит Так что С вами был Игорь Мратов До встречи В новых видео Внедряйте Пока